Какой сайт лучше для продвижения онлайн-бизнеса через YouTube? Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практика по продвижению онлайн и оффлайн бизнеса через YouTube, основатель агентства YouTubes и Академии видеомаркетинга. И в этом ролике мы с вами разберем один из очень часто задаваемых вопросов на консультациях, при аудите каналов. То, что я замечаю, каким должен быть сайт для успешного продвижения своего бизнеса через YouTube, то есть, каким должна быть та самая страничка, лендинг, куда ваши зрители будут переходить после просмотра ваших видео на YouTube. Вообще, для чего нужен сайт, вроде бы продвижение это через YouTube, правильно? Как я всегда говорю своим клиентам, он нужен для того, чтобы вы не потеряли этого потенциального вашего клиента. То есть, он посмотрел видео и мы делаем призывы о том, что хотите узнать больше или получить какой-то бесплатный подарок. В общем, захватить, так скажем, контакт этого человека можно с помощью вашего сайта или странички захвата, поэтому она так и называется. И сейчас я покажу примеры из своего личного опыта, личного именно последних четырех лет развития чужих проектов на YouTube. Какие сайты срабатывали все-таки лучше и работают сейчас? Это мои наблюдения, вам не обязательно делать такой же сайт, но я думаю, что многим, кто занимается именно онлайн-бизнесом, у кого онлайн-школы, это точно будет полезно. И так, мы сейчас не зря находимся именно на страничке моего сайта, он как раз создавался по определенному брифу, этот бриф я тоже вам сегодня покажу и ссылку на него оставлю в описании к видео. И так, что же здесь важно на первой страничке? Чтобы было какое-то уникальное торговое предложение и короткое, но сразу же вместительное описание о том, чем вы можете быть полезны. И сейчас вы видите, что на первой страничке моего сайта написано, что мы приводим клиентов из YouTube и помогаем онлайн и офлайн бизнесам масштабироваться через YouTube и видеоконтент, создаем систему, которая приводит вам клиентов 24 на 7, что от вас только видео. И сразу же кнопка «Получить консультацию» как призыв к действию. Здесь же вы видите, на главной страничке есть контакты, телефоны, название, можно заказать звонок бесплатно. И еще очень важный момент, это то, что человек может узнать свой собственный пошаговый план продвижения бизнеса через YouTube, ответив всего на 7 вопросов и кнопочка «Узнать план». Кстати, если вы хотите его узнать тоже в своем бизнесе, то вы сейчас видите подсказку, нажимайте на нее. Это вот просто мой сайт. Дальше уже идет информация о том, какие преимущества YouTube для бизнеса дает, информация о компании, о наших услугах самых востребованных, о наших клиентах, расписаны кейсы с цифрами, есть этапы работы, то есть как это все происходит, естественно, видео отзывы. Ну и можно также получить полностью прайс и контакты. То есть все достаточно просто и лаконично, но в то же время очень подробно, я бы так сказала. Давайте посмотрим, какие есть еще сайты, с которыми вот я, например, обводила канал «Сила в мысли». В принципе, структура такая же, то есть есть возможность зарегистрироваться на бесплатный мастер-класс, как научиться быстро исполнять свои желания, и на момент регистрации вы получите в подарок книгу, да, то есть что-то бесплатное. Соответственно, таким образом человек не просто регистрируется, он еще и получает пользу, да, но оставляет вам свой контакт, и вы можете в дальнейшем с ним взаимодействовать через рассылку, например. Давайте посмотрим еще один сайт, вот очень известный по отношениям Ярослав Самойлов, тоже на первой страничке. Мы видим, что бесплатный онлайн-курс, мужчина – частная инструкция по применению, без драм и манипуляций, основные моменты, что будет разобрано и, конечно же, призыв записаться на онлайн-курс и получить в подарок мини-книгу. 5 вопросов, чтобы определить, достойный ли перед вами мужчина, да. Вы вводите сюда свои данные, почту, телефон и записываетесь. Дальше по сайту здесь тоже вот идет видео приглашение, кнопки. У них тоже есть здесь расписание и в конце опять же форма захвата. То есть, как вы обратите внимание, практически все сайты однотипные. Есть еще вот такого формата, бесплатный марафон, да, и кнопочка «Подробнее». Тоже будет работать намного лучше, чем сейчас покажу другие вам тоже варианты. То есть, вот примеры здесь идут, для чего это нужно, кто я и подписаться на рассылку, либо записаться на этот мастер-класс. То есть, вот такие сайты подобного формата будут работать очень хорошо. Хорошо. Давайте перейдем теперь к брифу. Я вам тоже объясню, что здесь и как, и вам будет сразу же понятно, какой лучше сайт, лендинг, страничку захвата сделать для своего канала на ютубе, для продвижения. Итак, смотрите, вот здесь показана самая первая страничка. Заканчивается она вот до слов «Заголовок выгоды». Итак, что мы видим? Вверху может быть логотип, также в самом верху описание услуги или предложение в одну-две строки и какая-то контактная информация. И основной заголовок, который должен содержать в себе уникальное торговое предложение. То есть, это вот на самом первом экране, в самом верху. Здесь же идет основное изображение, здесь могут быть какие-то, ну либо фото, либо какая-то ассоциация, в общем, главная первая ваша обложка. И здесь может быть обложка книги, обложка бесплатного видеокурса, чек-листа. В общем, то, что вы хотите дать своему зрителю бесплатно, взамен на его контакт. И, конечно же, призыв к действию и форма. Формы бывают разные. Может быть, имя телефон или, может быть, какие-то мессенджеры, в зависимости от того, какая у вас воронка, где она у вас там ВКонтакте, в Фейсбуке или на почте. Или, может быть, вы по телефону своих клиентов прозваниваете. То есть, я хотела остановиться именно на первом главном экране. Даже хочу сказать, что возможно, если у вас нет возможности сейчас сделать такой лендинг, то вы можете сделать одностраничный, одноэкранный сайт и в своих видео проговаривать о том, что человек получит, если перейдет. И, соответственно, просто оставить здесь подарок с формой. То есть, какую-то бесплатность. Надеюсь, мне удалось донести до вас эту информацию. Если да, напишите в комментариях или задавайте ваши вопросы. Я обязательно комментарии читаю и на них отвечу. Вот. Теперь давайте я вам покажу, с какими сайтами в последнее время ко мне приходят на аудиты. Вот, например, с такими. Вот первый экран. О чем здесь? Совершенно непонятно. Дальше идет много текста разного. Возможно, он интересный, но поверьте, все вот это проматывать. Да, вот я уже третий экран проматываю. Только здесь я вижу кнопку «Подать заявку». Вот при таком сайте человек просто не доходит до кнопки «Подать заявку» и закрывает его еще на самой первой страничке, на которой он вообще не понимает, о чем здесь речь. То есть, это огромная ошибка. Если вы не хотите потерять 50% своих потенциальных клиентов, вот такого делать не нужно. Дальше. Вот тоже сайт. Куча информации. Скидки, статьи, инструкции. Да, хорошо сделана шапка, есть контакты. Защитные покрытия, понятно. Здесь все крупно. Но какое целевое действие должен клиент сделать, когда он на этот сайт заходит? Он просто потеряется в этой массе информации. Он, может быть, и просмотрит, но, скорее всего, он не оставит свои контакты здесь, потому что это очень сложно сделать. Только очень горячий клиент будет звонить здесь по телефонам и сразу же заказывает. Дальше. Вот такой тоже сайт. Возможно, он работает где-то в контекстной рекламе, но, опять же, куча текста, никаких акцентов, непонятно, что нужно сделать, главные услуги. Кстати, вот на светло-розовом белые буквы вообще не читаются. То есть, соответственно, вот такой сайт будет давать минимальную конверсию из посетителей в заявки. И вот еще. Тоже, когда вы на сайте сразу уже на главной странице начинаете продавать. То есть, человек вас еще не знает. он там впервые в жизни посмотрел ваше видео на ютубе, переходит на ваш сайт и видит сразу. Покупай за 40 тысяч, стоя и вообще за 250. Но согласитесь, да, что продажи в лоб сейчас, но они не работают. По крайней мере, в ютубе. Вот. Это то, о чем я хотела с вами сегодня поговорить, да, показать вам, какие бывают сайты, которые срабатывали, например, у моих клиентов и работают до сих пор, и у меня в том числе. И те, которые, в принципе, скорее всего, дают минимальную конверсию, ну, по моим наблюдениям. Если для вас это было полезно, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные ролики. Смотрите прямо сейчас другие видео, вы видите их на экране. Ну, а с вами была Юлия Измайлова. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok